Это наше утро ОНТ, среда 17 апреля и с вами мы, Татьяна Рудаковская. И Дмитрий Терехов. Здравствуйте. В начале лучшего дня всем желаем быть сегодня на высоте, чем бы вы ни занимались. Кстати, новая высота берет и наша столица. В Минске строят международный финансовый центр. Его верхняя точка достигнет 180 метров. Для города это новая планка. Комплекс башен скоро не только украсит мегаполис, но и добавит Минску современности. Ну а мы сегодня поговорим о высоких достижениях не только в архитектуре. Год качества начали с буквально космических прорывов. И есть еще немало задач, которые надо выполнить на самом высоком уровне. Да, и раз уж речь зашла о космосе, начнем со звездного прогноза на эту среду. Пусть день будет удачным. И еще раз всем самого доброго утра. Овны, сегодня ваше стремление к достижению новых вершин подтолкнет вас к решительным действиям. Чтобы успешно продвигаться вперед, постарайтесь не игнорировать мудрые советы. Приятные перспективы порадуют тельцов. Сегодня у вас отличный день для деловых и финансовых переговоров, а также заключения контрактов. Сконцентрируйте свое внимание на личных планах. Звезды советуют близнецам сосредоточиться на делах, которые у вас остались незавершенными. Постарайтесь использовать все возможности, чтобы удача была на вашей стороне. У раков особого внимания потребуют личные отношения с партнером. И здесь финансовые вопросы могут стать главной темой. Открытость и честность помогут вам преодолеть любые недоразумения. Львам важно соблюдать баланс между семьей и работой. Используйте благоприятный день для постановки новых целей на пути к успеху. Попробуйте сделать акцент на своих долгосрочных стремлениях. Девам захочется реализовать свои желания и заявить о себе. Звезды советуют вам искренне делиться мыслями и чувствами с близким человеком, чтобы совместно планировать будущее. Весы могут быть склонны к самоанализу. Если вы отпустите то, что вам больше не служит и не принадлежит, то у вас появится отличная возможность для личностного роста. Активный день предстоит скорпионам. Сегодня эффективностью смогут похвастаться только творческие личности. Перед вами будет стоять много задач, которые вы сможете успешно выполнить. Стрельцы будут особенно эмоциональными в этот день. Если вы используете свое обаяние и оптимизм, то легко организуете романтический вечер с любимым человеком и оставите приятные воспоминания. Звезды советуют козерогам обратить внимание на свое самочувствие и распорядок дня. Здоровый образ жизни поможет вам выработать новые привычки и сделать свой график более практичным. Звезды рекомендуют водолеям экономить свои силы, избегать необдуманных и легкомысленных действий. День потребует от вас внутренней концентрации, терпения и собранности. Рыбы, сегодня вам судьба предоставит столько шансов, сколько вы заслужили. У вас хорошее время для того, чтобы заняться любимым увлечением и не думать о бытовых проблемах. Строительство минских небоскребов вдохновило нас на высокие темы. Это не фигура речи сейчас о том, что венчает самые красивые и известные постройки мира. Уникальные кровли воплощают в себе не только красоту, но и авторский стиль, и мастерство технологии. Так что приглашаем на необычную прогулку. Это типа наши, да? Мне кажется, ты знаешь, в таком стиле Гауди. Я не уверен, конечно, но очень-очень похоже, по крайней мере. Может быть, я ошибаюсь. Ватронг Кхун – знаменитый буддистский комплекс в Таиланде. Известен как Белый храм. Каждый его элемент полон запутанных, отточенных вручную деталей. Крыша не является исключением. Вместе с традиционными религиозными элементами, такими как изображение Будды, здесь есть также мифические существа и современные фигуры поп-культуры. Каса Батльо – шедевр Антонио Гауди. Жилой дом в Барселоне, также известный как Дом костей, имеет поистине фантастическую крышу. Считается, что она представляет собой спину дракона. Радужная керамическая черепица – это чешуя мифического существа. Окно – его глаз, а гребень крыши – позвоночник. Лесная спираль – этот эксцентричный жилой дом с зеленой крыши выполнен в форме латинской буквы «У». У некоторых счастливчиков есть свой собственный сад, достаточно глубокий, чтобы выращивать деревья, травы и овощи. Автор хотел соединить людей с природой и полагал, что зеленые крыши станут нормой для всех зданий. Алтарь небесной императрицы, покровительницы моряков Тянь-Хоу, построили в конце 20 века. Храм является необычным примером многоуровневой азиатской крыши – пагоды. С шестью ярусами вместо традиционных трех. Здание храма сочетает в себе китайские, буддийские и традиционные малайзийские элементы. Замок Химедди – он же замок белой цапли. В Японии назван так, потому что напоминает посетителям о птице, взлетающей в небо. Свой современный облик здание приобрело в конце 16 века. Главная башня замка состоит из семи ярусов и в высоту достигает 45 метров. Замок не раз признавался одним из самых красивых. Здесь снимались многие фильмы. Например, известная картина «Тень воина». Это «Наше утро». Мы сегодня на высоте. Так звучит тема эфира. И наши пожелания отличного дня. Всем-всем-всем. Но мы, может быть, конечно, и на высоте. Вот столбики термометров, к сожалению, не торопятся подниматься вверх. Что нас ждет? Точнее, что ждет погоду нашу? Ну и нас тоже вместе с ней. Мы узнаем у Дмитрия Рябова. Дин, доброе утро. Доброе утро, уважаемые друзья. К сожалению, до конца этой недели погода мало чем порадует. Спасибо, Дима, большое. Все, да. Друзья, продолжаем. Особенно вторая половина недели. Там ожидаются и дожди, и мокрые снеги, и заморозки, и сильный порывистый ветер. Короче, комфортность на нуле. Ну а пока сегодня еще неплохой день. Ожидается облачная с преследними погода. Локально пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, сирозападный умеренный. А температура воздуха в разгорне ожидается от плюс 8 по северо-востоку до плюс 14 градусов по юго-западу нашей страны. А вот с четверга погода начнет портиться. Более подробно расскажу прямо сейчас. Итак, в четверг и в пятницу погодные условия будут определять активный южный циклон, который будет медленно смещаться вдоль наших восточных границ. Ожидается пасмурная погода. В большинстве регионов прогнозируются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы по северной половине возможен и мокрый снег. Ветер северный, сирозападный умеренный, временами сильный порывистый. Температура в ночные и утренние часы ожидается от минус 2 градусов по северу до плюс 5 градусов по югу нашей страны. Днем в четверг плюс 6, плюс 12. В пятницу прогнозируется от плюс 1 по Витебской области до плюс 10 по Гомельской. И, к сожалению, в предстоящие выходные дни характер погоды существенно не изменится. Пасмурно, временами кратковременные дожди. Ветер северной четверти умеренный, временами порывистый. А температура воздуха днем ожидается плюс 5, плюс 10 градусов. И предварительно такая же погода прогнозируется и в начале следующей недели. И, к сожалению, летнего тепла пока ждать не стоит. Понадобятся теплые вещи и, конечно же, зонтики. Вот такой вот и утешительный прогноз погоды у нас сегодня. Да нормальный прогноз погоды, Дмитрий. Спасибо огромное. Я вот, есть у меня любимая поговорка, звучит так, не спеши, а то успеешь. Вот я колеса резиновой машины еще не поменяла. Так что мне не страшно ни снег, ни дождь, ни заморозки. Ты такой камешек в мой огород, да? Ну, я же говорю, не спеши, а то успеешь. Уже поспешил. Не туда. На высоте именно так звучит тема эфира сегодня. И не всегда это достижение, порой речь об опасности. И вот с приходом тепла молодежь ищет живописные места для незабываемых селфи. Иногда это, будьте здоровы, правду говорю, это крыши высоток, друзья. Да. Можно ли находиться на кровле многоэтажного дома и устраивать там встречи, расскажет адвокат Снежан Буахорина. Доброе утро. Доброе утро. В соответствии с постановлением Совета министров номер 399, касающихся правил пользования жилыми помещениями, в многоквартирных жилых домах должны соблюдаться общие правила безопасности. Это же касается доступа в чердачное помещение, крыши, технические помещения. Вход в данное помещение должен быть закрыт и не давать возможности посещения указанных помещений посторонним лицам. Более того, если доступ к помещению закрыт, как правило, на замок, и иные посторонние лица попытаются подбраться туда, в том числе путем, скажем так, срезания замка, иными действиями, влекущими повреждения, уничтожения имущества, то может наступить ответственность вплоть до уголовной. Спасибо, Снежана. Еще раз напомним, выходить на кровлю могут только работники обслуживающих организаций. Ну, иногда Карлсон. Ну, который живет. Который живет на крыше, да. Всем доброе утро. И наши спасатели снова на высоте. Им обязан жизнью один лесной житель Мядельщины – Барсук. Барсук упал в колодец, самостоятельно выбраться не смог. Может, видите, сейчас видеофрагменты его спасения. Но пришли на помощь местные спасатели. И, надеюсь, что Барсук сказал спасибо. Еще в конце вот этого сделал Педро, Педро, Педро. Педро, ну, и побежал. Друзья мои, к сожалению, это не единственный случай, когда, точнее, к счастью, сотрудники ведомства спасают буквально все живое. И вот год назад они спасли котят у нас на телеканале ОНТ. Поэтому все, что делают сотрудники МЧС, их работу мы освещаем в нашем проекте 112. И приятно, когда такие истории заканчиваются хэппи-эндом. Летом 2022 года на телеканале ОНТ работники МЧС спасли шестерых котят. Малыши находились под установкой электрогенератора. Подобраться самостоятельно туда было невозможно, поэтому на помощь прибыли спасатели. Кстати, всех телекотят раздали в хорошие руки, а их мама осталась на коммунистической шесть. Это кошка-булочка. Ее стерилизовали, купили дом, организовали питание и оставили жить на территории нашего телеканала. История закончилась хорошо благодаря сотрудникам МЧС. И такие случаи далеко не редкость. Минский район. Деревня Большевик. Кот неделю провел под полом. Хозяева пытались вытащить его самостоятельно, но без помощи МЧС не справились. Спасатели вскрыли пол при помощи перфоратора и лома, освободив зверя из ловушки. Еще два случая произошло в Бресте. В первом голова кота застряла между бетонным забором и металлическим гаражом. Освободить животное удалось только с помощью специнструмента. Во втором кот застрял между бетонными плитами многоэтажного дома. Операция по спасению хоть и заняла немало времени, но прошла успешно. Животное освободили. А на Витебщине на стройке между бетонными плитами оказалась заблокирована собака. Пса удалось достать при помощи спасательного инструмента. Нередки случаи, когда помощь нужна и домашнему скоту. Как правило, реагируем, конечно, тогда, когда само животное находится в неестественной зоне его обитания. Это когда, допустим, домашний крупнорогатый скот, к примеру, попадает в какие-то болотистые местности и самостоятельно уже выбраться не может. Так недавно в Ашмянском районе спасатели вытаскивали из болота лошадь. В беду животное попало, когда спустилось к водоему попить, но неожиданно провалилось в трясину. Работники МЧС обвязали лошадь пожарными рукавами и вручную вытащили на берег. А в Жабинке спасатели помогли выбраться из воды ягненку, который упал в реку с обрыва. Нередко спасатели помогают и птицам. Так в Минске из ливневой канализации вызвалили утят и впустили на свободу в безопасном месте. А в Гомеле спасли павлина, который забрался на козырек подъезда. Для нас это, в первую очередь, конечно, дело чести, потому что мы все-таки считаем, что когда мы помогаем нашим брать меньшим, это проявление добра. Редактор субтитров А.Семкин Хоть на такие вызовы спасатели реагировать не обязаны, мимо чужой беды не проходят. Выезжают на помощь как людям, так и животным. Осталось напомнить, телефон службы спасения 101 и 112. Вот такая у нас следующая история. Новость белорусская ушла с наемной работы в ателье, чтобы шить одежду для животных. Развивает свое дело, шьет костюмы для собак и, в общем-то, счастлива. Ну, молодец. Вообще-то, знаешь, врачи говорят, что неудобный график работы может вызвать опасные болезни. Речь об инфаркте, инсульте и онкологии. В зоне риска совы, которые едут на работу к 8, не просыпаясь. И жаворонки, которым приходится работать по ночам. Продолжение темы здоровья в нашем постоянном проекте. Витамин С Витамин С – ключевой элемент множества процессов, которые происходят в нашем организме. Витамин С защищает сердце и сосуды, снижает давление, уровень холестерина и мочевой кислоты. Но это еще далеко не все его преимущества. Сегодня я решил рассказать о том, почему витамин С так необходим организму и чем опасен его дефицит. Главная роль витамина С – это участие в синтезе коллагена. Этот белок – основа строения кожи, сухожилий, хрящей и связок. Также он содержится в мышцах, зубах, ногтях, стенках сосудов и межпозвоночных дисках. Нормальный синтез коллагена позволяет сохранить здоровье этих тканей и органов и защитить их от преждевременного старения. На экране рекордсмены по содержанию витамина С. Это шиповник, облепиха, черная смородина, сладкий перец и не только. А правда ли, что витамин С помогает контролировать давление? Витамин С действительно может в некоторой степени способствовать снижению давления за счёт того, что он улучшает усвоение такого химического вещества, как оксид азота, который способствует расширению сосудов. В этом и реализуется его эффект как немножко гипотензивного лекарственного средства. Если человек совсем не получает витамина С, у него развивается цинга. Из-за разрушения дёсен выпадают зубы, лопаются сосуды, а кожа дрябнет и иссыхает. А ещё недостаток витамина С может вызвать анемию, хроническую раздражительность. А сколько этого витамина необходимо употреблять человеку в сутки? Потребности витамина С у мужчины и женщины несколько различаются. Так, считается, что для женщин необходимо порядка 75 мг в сутки витамина С, а для мужчины – 90. Однако прежде чем начать дополнительно принимать витамин С, лучше проконсультироваться с врачом. Определив свою суточную дозу, нужно разбить её на 3-4 приёма и выпить в течение дня. Так будет проще весь день поддерживать высокий уровень витамина С в крови, поскольку он быстро выводится из организма. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ. ОНТ Сон про звездопад обещает исполнение сокровенных желаний, даже самых невероятных. Если вас не успели загадать желания на падающую звезду, наяву вы добьётесь высокого положения в обществе. Если звездопад приснился беременной женщине, это указывает на необыкновенные способности малыша в будущем. Сон, в котором звезда падала прямо у вас над головой, говорит о вашем огромном потенциале. Люди тянутся к вам. Но каким бы ни был ваш сон, главное – не проспите утром. Наши утра в начале лучшего дня. Мы на высоте, чего и вам желаем раскрыть высокую тему. Нас вдохновил проект строительства небоскрёба в Минске. Комплекс зданий Международного финансового центра растёт не по дням, а по часам. Ну а мы решили выяснить, как строят сложнейшие здания и где они ещё планируются. И Вероника Артемьева с высоты птичьего полёта нам это всё покажет. Многоэтажки в Минске стали появляться после установления в городе советской власти. Например, в межвоенное время без помощи кранов возвели дом правительства. Он стал самым высоким зданием столицы БССР. Целых девять этажей. После Великой Отечественной разрушенную столицу пришлось практически отстраивать заново. И она стала понемногу прирастать высотками. Самая известная из них – ворота Минска. Две 11-этажные с техническим этажом жилые башни возвели на привокзальной площади в 1950-е. Мы многоэтажные дома стали строить, наверное, всё-таки ближе к 70-м году. Потому что развилась строительная индустрия у нас, развились конструкции. А в этот момент, кроме металла, ещё и возник бетон. Причём бетон непростой. Надо было железобетон. И, возможно, даже конструкция, которая с напряжённым металлом. И это позволяло ещё выше. Я думаю, что это очень хорошая идея. Сегодня небоскрёбом принято считать здание высотой выше 100 метров. Самое высокое в Минске – жилой комплекс на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской. 37 этажей, 138 метров в небо. За проект изначально взялись зарубежные инвесторы, но реализовать не смогли. В итоге его воплотили в жизнь наши специалисты. Небоскрёб строили около 10 лет. Завершили 2,5 года назад. Изначально были заданы эти параметры высоты, но функционал был совершенно другой. Была гостиница, которая была к чемпионату по хоккею. Были какие-то апартаменты. Месторанная часть. Менялись и заказчики, менялись проектировщики. Была уже установка, что это будет жилой дом. Строительство небоскрёба в столице продолжается. Вероятно, первым заветную высоту в 150 метров покорит Международный финансовый центр в Октябрьском районе столицы. Ещё одним украшением Минска станет многофункциональный комплекс на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова. Я считаю, что для Минска это возможно. Почему? Потому что мы всё-таки имеем плоскостной рельеф. У нас, как известно, особых возвышенностей нет. Даже в некоторых других наших белорусских городах мы имеем всё-таки, скажем так, Витебск, перепады высот. У нас они очень небольшие. Но перепады высот, кроме красоты, ещё и создают проблемы. Это тоже понятно. Но с точки зрения взгляда человечества, а архитектура ещё определяется видом, взглядом, конечно, хорошо, когда мы видим вдаль, когда мы видим террасную застройку, такой постепенно возвышающейся. Это плюс. В топ небоскрёбов в Минске входит здание на улице Кальварийской. Его высота 133 метра, а бизнес-центр в районе Дворца спорта находится на высоте в 130 метров. Выше становятся не только Минск, но и областные города. Там строят всё больше 20 этажек. Всем доброе утро. У нас время беседы с психологом. И вопрос нам прислала беспокойная мама. Зовут маму Надежда. Живёт мама, кстати, в прекрасном городе Гродно. Наша телезрительница пишет, что её шестилетняя дочка очень доверчивая. Надежда из-за этого переживает. Вдруг с ребёнком что-то случится. Вдруг на улице кто-то что-то предложит, и дочка согласится. Да, психолога Надежда спрашивает, как объяснить ребёнку, что нельзя доверять незнакомцам. Павел, доброе утро. Ваш совет. Доброе утро. Плохая новость. Вы не сможете объяснить ребёнку, что незнакомцам доверять нельзя. Ребёнок может искренне вам поверить. Вы можете рассказывать самые страшные какие-то случаи. Но ребёнок не сможет связать то, что вы рассказали, с реальным незнакомцем, если этот незнакомец, не дай боже, конечно, подойдёт к вашему ребёнку. Единственное, что можно делать, кроме вашего внимания и контроля, установки какого-то приложения на телефон к ребёнку, или ещё чего-то в этом духе, провожания в школу и школы, это показать ему видео, где, например, за девочкой в лифт входит какой-нибудь мужчина. Я не имею в виду, что надо показывать кровавые сцены из милицейских хроник. Конечно, не об этом речь. Но таких обучающих видео в интернете достаточно много. Вы можете их найти и показывать, потому что, когда ребёнок видит, он гораздо легче связывает некую реальность с тем, что он увидел. И от этого гораздо легче действовать. Это не гарантия, это не защита. Это такая разумная страховка, насколько, в принципе, мы можем застраховаться от таких случаев. К сожалению, большего сделать нельзя. У нас, как у родителей, есть ограниченные возможности, и в рамках их придётся действовать. Поэтому лучше сопровождайте ребёнка, если правда настолько серьёзно волнуетесь. Спасибо, Павел. От себя добавлю. Надежда Чествова в нашей программе бывают представители МВД. И когда мы говорим о случаях с педофилией, то они не единожды доказывали, что по статистике педофил – это был не незнакомец, а как раз-таки знакомый ребёнку человек. Поэтому я бы рекомендовала вам поработать с ребёнком не только в отношении незнакомцев, а в отношении любых людей, которые окружают его, вас пообщаться как-то. Здесь всегда очень сложно, знаешь, большая в том, чтобы объяснить ребёнку и не запугать ребёнка. Вот эта вот тонкая грань, она, мне кажется, сложна для нас, как для родителей. Если у вас есть вопросы, то присылайте их на наш адрес. Всем доброе утро, дорогие друзья. Обновление леса – это общее дело. Акция «Одновим лясы разом» проходит уже больше 17 лет и в этом году подходит к завершению. Уже можно подводить предварительные итоги, но можно и успеть принять участие. Сейчас обо всём по порядку. «Одновим лясы разом». По всей стране шагает республиканская акция по восстановлению лесных массивов, которые пострадали от непогоды и пожаров. В этом году она стартовала 23 марта под новым названием. Кстати, подобная акция проходит уже в 17 раз. За три недели проведения акции присоединились к компании по восстановлению лесов уже более 56 тысяч волонтёров. Все вместе, совместными усилиями, они высадили более 27 миллионов деревьев на площади свыше 5000 гектаров. Мы ожидаем, что как раз-таки вот эта завершающая последняя неделя, она станет наиболее массовой среди наших волонтёров. Почему? Потому что 20 апреля объявлен республиканский субботник, 20 апреля заключительный день проведения акции, и многие трудовые коллективы решили совместить два полезных мероприятия и поучаствовать как в акции «Одновим лясы разом», так и в республиканском субботнике именно путём посадки деревьев. Сначала краткий инструктаж по технике безопасности, знакомство с инструментами, а уж затем изучение технологии посадки. На какую глубину опускать корни? Как правильно прикрыть растения землёй? Расстояние между саженцами? Здесь важно всё. Желающих поучаствовать в акции много. На делянках работают лесоводы, представители общественных организаций, студенты, школьники и спортсмены. Так как мы используем этот ресурс, деревья, мы должны его и обновлять, так как всё мы это делаем во благо нашей республики Беларусь. Мне написал изначально друг, что, мол, поехали, поможешь нам и примешь это участие в этой акции. Поехали, посадили вот первый раз в субботу в Жуков-Луг, и второй поехали от Национального олимпийского комитета в Логойский район, и там уже нас было около 32 человек. С нами опять же провели инструктаж, как всё правильно. Мы высаживали деревья, это были ель и был дуб. Акция продлится до 20 апреля. Ещё есть возможность подключиться. Кроме того, Минлесхоз поощрит самые активные учреждения образования. Так, в каждой области будут определены лучшие школы и классы, которые получат подарки от лесохозяйственных объединений. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно заявить о своём желании в ближайший лесхоз, и вас обеспечат необходимым посадочным материалом и инвентарём. Это наше утро, мы продолжаем. Тема эфира «На высоте». Технологии сегодня дают возможность, не сходя с места, увидеть всё, как с воздушного шара. В гостях сегодня ректор Белорусского государственного технологического университета, профессор, доктор технических наук Игорь Войтов. Обсудим, как и где создаются и используются дроны. Игорь Витальевич, доброе утро. Доброе утро. В первую очередь, благодаря, что нашли время и заглянули к нам сегодня на утренний эфир. Спасибо, что пригласили. Игорь Витальевич, с 22 по 26 апреля на базе Белорусского государственного технологического университета пройдёт Международный молодёжный форум по беспилотным аппаратам. Поделитесь, пожалуйста, концепцией его проведения, ну и какие основные участники, кто будет основными участниками форума. Проведение форума подсказала, в общем-то, сама жизнь, потому что тема имеет развитие, довольно серьёзное развитие и в нашей стране, и в иностранных государствах. Поэтому, как Белорусский государственный технологический университет, мы не могли стоять в стороне, учитывая, что мы уже многие годы занимаемся этой тематикой и так далее. Поэтому мы решили провести такой форум при участии иностранных государств, при поддержке правительства нашего, для того, чтобы обсудить перспективы развития беспилотной авиации, ну прежде всего в нашей стране, но и учитывая, что рынок огромный, международный в этом направлении, перспективы создания этой техники и перспективы их использования. Плюс к этому, конечно, вопросы, связанные с, прежде всего, с образованием, подготовкой кадров в этой сфере, потому что в настоящее время, в общем-то, кадры по проектированию и технологиям производства беспилотной техники в республике никто не готовит, а есть большая потребность со стороны предприятий, которые в настоящее время производят эту технику, как гражданского, так и двойного назначения. А вот в каких именно направлениях гражданской сферы они применяются? Проведите примеры. Ну, мы, как, допустим, университет уже много лет применяем беспилотную технику в области использования в лесном секторе, учитывая, что мы ведущие учреждения страны СНГ по данному вопросу. Мы разработали технологии обработки лесных массивов, прежде всего, безопасными реактивами биологической направленности, для того, чтобы бороться с болезнями насаждений лесных. И эффективность использования этой техники показала высокую. И поэтому мы идем дальше. В настоящее время, вы знаете, дроны используются очень активно в сельском хозяйстве. Допустим, Южная Корея уже 30% посевов обрабатывает, в общем-то, с использованием дронов. То есть не портится земля, нет воздействия на землю именно механического и так далее и тому подобное. Поэтому очень активно начало это использоваться технологии, связанные с вопросами безопасности различных сооружений, дорог, тоннелей, мостов и так далее. Вопросами связанными с экологической безопасностью, промышленной безопасностью, исследованием, мониторингом территорий экологическим, в области геологоразведки активно идет использование, в области освоения как Арктики, так и Антарктиды. То есть сфера применения очень большая. Это электроэнергетика, когда надо обследовать, в общем-то, электрохозяйство и так далее. Нет возможностей. Это и медицина, потому что это быстрая передача каких-то материалов. Игорь Витальевич, насколько я знаю, в ближайшее время в Белорусском государственном технологическом университете появится новое направление проектирования и технологии производства беспилотных летательных аппаратов. Все верно? Да. Разберите, пожалуйста. Ведь создание новой какой-то специальности, это всегда процесс очень трудоемкий. Как у вас с этим обстоят дела? Ну, конечно, нужна математика, информатика в этом направлении, механика. Мы сейчас построили учебный курс по подготовке специалистов, учебный план. Там довольно много дисциплин, начиная от аэродинамики, кончая конструированием, технологии производства, материалы. Где-то порядка 50 дисциплин, которые мы запланировали для изучения. Ну и, в общем-то, в ближайшее время мы планируем эти вопросы вынести на рассмотрение через Министерство образования для того, чтобы в перспективе открыть эту специальность и начать подготовку. Мы не планируем пока большой набор, хотя заявок довольно много идет со стороны предприятий. Мы планируем сетевое обучение, то есть мы привлечем здесь по разным разделам подготовки еще ряд ведущих университетов нашей страны, которые имеют определенные компетенции, в том числе Казанский авиационный институт и Московский авиационный институт, они тоже высказали интерес к участию в этом проекте, подготовки и готовы оказать содействие нам в совместной реализации этого проекта. Хорошо, Игорь Витальевич. И в конце я не могу не задать вопрос. С одной стороны, развитие технологий, появление дронов, они помогают во многих сферах нашей обычной гражданской жизни, если мы сейчас говорим именно про гражданскую жизнь и будем трогать военную тематику. Но ведь с другой стороны, даже если Южная Корея, вы проводили пример, 30% обрабатываются уже дронами. Не говорит ли это о том, что в будущем они просто вытеснят людей, то есть люди начнут терять работу? Есть такие опасения или они надуманы? Роботизированные комплексы в любом случае идут в нашу жизнь. Практически на всех предприятиях уже роботизированные системы стоят. Ну, в том числе, но человек, в общем-то, учитывая, что даже сейчас развивается искусственный интеллект, все равно лучше, чем человеческий мозг, пока никто не работает, ничто не работает. Хочется пожелать, чтобы вот в нынешней вступительной кампании ваш ВУЗ еще к нему присоединилось как можно больше талантов. Спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо. Ну, я хочу сказать, что нас очень сильно поддержали и посольства, вот ряда стран, вот, и поддержало союзное государство. И господин Мезенцев будет участвовать лично в форуме, выступать и так далее, то есть руководитель нашего союзного, будем говорить, правительства. Вот, поэтому это очень важно для молодежи послушать, как будущим руководителям, вот, все-таки 70 организаций будет участвовать, это много, и все идеи молодежи будут поддержаны. Оргкомитет форума возглавляет заместитель председателя правительства Пархомчик Петр Александрович. Учитывая, что у нас будет большая выставка на четырех этажах, мы ее разместили по направлению, связанному с беспилотной тематикой, с тематикой использования в народном хозяйстве, с тематикой развития различных технологий. Это будет довольно интересно, поэтому приглашаем всех к участию. Игорь Витальевич, ну стоит еще раз напомнить, что Международный молодежный форум по беспилотным аппаратам пройдет в рамках, да в стенах Белорусского государственного технологического университета с 22 апреля по 26 апреля. Все верно? Да, все верно. Приглашаем. Спасибо, спасибо, с удовольствием заглянем, посетим, и уверен, что получим удовольствие. Спасибо. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, я напомню, что в гостях сегодня был ректор Белорусского государственного технологического университета, профессор, доктор технических наук Игорь Войтов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем доброе утро. Такая интересная новость. Белорусы все чаще стали находить в лесу сброшенные рога лосей. Некоторые задаются вопросом, а можно ли их вообще забирать. Отвечаем. Запретов или ограничений по собирательству сброшенных рогов нет. Ты знаешь, меня другой вопрос мучает. Какой? Не могу найти ответа. Для чего они их сбрасывают? Насколько мне известно, даже ученые пока до конца и не пришли к какому-то единому мнению. Ну, если ученые и не пришли, откуда же лоси-то знают? Ну, может, тебе ведь дней. Может, мы и доживем тут. В общем, друзья, брачный период закончен. Самки покорены. Я сейчас не про себя, я про лосей. Зачем такую тяжесть на голове действительно таскать? Да, еще больше умных мыслей в наших лунном календаре. Доброе утро, просыпайтесь. Семнадцатое апреля. Девятые и десятые лунные сутки. Астрологи настоятельно рекомендуют включить режим ожидания. И сделать это нужно сразу же, как только проснетесь. Ждать в этот день ничего не стоит. Десятый лунный день характеризуется сбором результатов. Вы можете вспомнить о своих успехах и неудачах, а также подумать о будущем. Сегодня можно посвятить время искусству, науке и спорту. Энергии и сил хватит на все. Небольшие возмущения в геомагнитном поле. Сила колебаний – два балла. Совет дня. Сердце можно лечить только сердцем. Мы уже не раз говорили о том, что за годы своего суверенитета Беларусь обрела немало традиций. И мы продолжаем о них рассказывать. Да, некоторые из них – это продолжение нашего исторического прошлого. А некоторые – совсем новые. Их создание диктовало время. В начале 90-х, например, многие талантливые кадры покидали страну. Не хватало мотивации. И тогда была создана мощная система господдержки одаренных молодых людей, которые почти за три десятка лет вывели белорусскую науковую культуру на новый уровень. Одаренная и талантливая молодежь – истинное белорусское богатство, золотой запас нашей страны. Выявлять и поддерживать ее – дело государственной важности. Потому еще в первые годы своего президентства, в 1996 году, глава государства инициировал создание сразу двух специальных фондов. По социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, и по поддержке талантливой молодежи. И вот уже почти 30 лет – это традиция суверенной Беларуси. Ты понимаешь, что твои результаты, они прошли определенный отбор. Ты становишься одним из лучших. И твои заслуги признаются на самом высоком государственном уровне. Это очень и очень важно. И это подстегивает молодых людей потом в дальнейшем заниматься наукой, идти в магистратуру, аспирантуру, преподавать на кафедре. Еще дальше вперед и достигать новых высот. Дмитрий Мирославович СМ не раз был отмечен в спецфонду президента. Под его кураторством многие студенты стали лауреатами спецфонда, завоевали на международных олимпиадах 37 наград, 5 из которых – высшие пробы. В 2016-м студенческая научно-исследовательская лаборатория на географическом факультете БГУ, которую Дмитрий Курлович возглавлял долгие годы, была также отмечена спецфондом и получила грант. Это помогло приобрести картографо-геодезический комплекс, которым вузи пользуются до сих пор. Но впервые лауреатом спецфонда он стал еще в 2002-м, когда сам был еще студентом. Я был очень-очень горд тогда, безусловно, получить эту награду. Куда потратил эти деньги, конечно же, я уже не помню. Скорее всего, это была, наверное, покупка компьютера, который помог на более высоком уровне осуществить научную работу и, соответственно, уже в аспирантуре получать новые результаты в более быстром формате. С годами статус лауреата спецфонда стал еще весомее. Появились дополнительные бонусы в виде льготного получения жилья или первоочередное распределение. В прошлом году специальный фонд президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов поощрил молодежь на общую сумму более миллиона белорусских рублей. Были отмечены 754 человека. Среди них и студентка юридического факультета БГУ Анастасия Клиницкая. В составе команды она одержала победу в Республиканской правоохранительной олимпиаде. После окончания вуза девушка хочет работать в прокуратуре и продолжить обучение в магистратуре. Это, конечно, очень почетно и очень приятно, потому что это признание твоих заслуг. Это было очень важно для меня, потому что я долго к этому стремилась. И мне кажется, что это очень хорошая инициатива, поскольку дает возможность молодым специалистам развивать свои таланты, совершенствоваться. И финансовая составляющая тоже всегда очень важная возможность, потому что, например, для студентов и юристов это возможность получить доступ к информационным базам, что очень важно для нашей работы. Всегда нужно быть в курсе происходящих событий, того, как меняется наука, как меняется законодательство. С 1996 года специальный фонд президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов поощрил 42 665 учащихся и студентов и 4098 педагогов. Материальная поддержка оказана и 134 интеллектуальным и творческим объединениям. А специальным фондом президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, среди них артисты, музыканты, танцоры, художники, скульпторы, дизайнеры, были отмечены 3123 человека и 268 коллективов. С гордостью вспоминаю это время, потому что я дважды был стипендиатом фонда президента. И вообще уже само звание, как звучит, да, стипендиат фонда президента. В юном возрасте ты получаешь это звание. Это первое. Второе – это деньги. В юном возрасте получать добавку к стипендии – это было что-то невероятное. И это, конечно, давало мне возможность как молодому парню развиваться в творчестве. Аналогов такой господдержки, пожалуй, нет нигде. Но самое главное – одаренные юноши и девушки знают, что нужны своей стране. А та, в свою очередь, понимает, что за молодежью – будущее. Это наше утро, 17 апреля, и гардероб уверенно захватывает весенние вещи. Хотел бы я сказать, но та по-прежнему уверенно зимняя занимает свои позиции, правда? Ну, ты знаешь, я еще ничего не прятала. Ни зимнюю куртку, ни сапоги – все на своем месте. Поэтому, друзья мои, как сказал Дмитрий Рябов, до коротких юбок нашим девушкам еще несколько недель. А вот блейзеры в самый раз. Итак, что такое блейзер? Это тип пиджака свободного кроя. В 19 веке он был разновидностью мужской спортивной куртки. И предназначался как для неформальных мероприятий, так и для повседневной носки. Вот такой вот блейзер. Ну, мне нравится вариант такой носки блейзера. Ну, это блейзер и что там? Топик, да, или как это называется? Я называю это пиджак просто. Нет, я под блейзером. Блейзеры чаще всего носят с брюками из разной ткани или джинсами. Но современные производители одежды нередко предлагают и стильные комплекты. Это брючные костюмы с блейзерами такими красивыми. Ну, красиво. Ну, буду сейчас говорить брюки, блейзер. Ну, очень похоже на себя как-то вот я так смотрелся. Ну, да, есть у меня такие вот, но не в таком цвете. Надо приобрести мне такого цвета костюмчик. Далее. Такой фасон пиджака подходит для расслабленных и вечерних образов. А в кэжуал стиле блейзеры сочетаются с футболками или топами. Обувь может быть любой. От кроссовок до летних бусоножек на каблуке. Ну, вот как-то так. Ну, интересно, правда? Да, да, да. Хорошо. Ну, блейзеры, мне кажется, всегда были в моде. Они есть в моде и будут в моде еще очень-очень долго. Ну, что, я думаю, что время блейзеров, оно, друзья, настанет. Потеплееет же когда-нибудь. А пока все-таки одевайтесь по погоде и берегите свое здоровье. Это наше утро. И мы сегодня говорим о высоте во всех ее проявлениях. И сейчас речь пойдет о творческих высотах. Их лучше покорять с детства. Согласен. В Минске прошел первый концерт детско-юношеского культурно-просветительского проекта «Мы – музыкальное будущее страны». А подробнее о проекте прямо сейчас. Десятки юных талантов на одной площадке. Проект «Мы – музыкальное будущее страны», который в этом году получил государственную поддержку, собрал самых лучших начинающих исполнителей Беларуси. Для учащихся детских школ искусств это уникальная возможность показать свое мастерство в сопровождении национального академического концертного оркестра имени Михаила Финберга. Семья Соболевских тоже в числе участников. Три сестры и брат. Вот такой музыкальный семейный ансамбль. Наш так называемый ансамбль сформировался он всего два года назад. Несмотря на то, что все мы сольно выступаем на сцене очень-очень давно. Все мы родные братья и сестры, нас четверо в семье, из которых двое малыши-двойняшки. Я на сцене выступаю лет с четырех, с пяти. А на сцене, когда все твои братья и сестры, когда в любой момент дома у вас может быть спонтанная репетиция, на самом деле вообще не переживаешь. Наш ансамбль называется «Sables Family». Мы из 13-й детской музыкальной школы города Минска. Очень много людей удивляется, когда узнают, что мы все родные братья и сестры. Соболевские точно знают – расслабляться некогда. Когда намечается концерт или конкурс, репетируют каждый день. А что уж говорить о проекте такого масштаба. К проекту мы готовились достаточно долго. То есть у нас были репетиции очень много, фактически каждый день. Песни мы постоянно прочищали, постоянно репетировали так, чтобы мы могли спеть ровно и чисто. Двойняшкам Арсению и Варваре всего 11. Но они уже гастролируют со своими старшими сестрами на равных. Во всем им подражают, беспрекословно слушаются и все вместе показывают достойный результат. Сегодня все участники проекта «Мы – музыкальное будущее страны» отправились в Новополоцк. На очереди еще Могилев, Молодечна, Гомель, Гродно. А 18 мая все участники культурной инициативы соберутся вместе на открытой площадке верхнего города в Минске. Большой галоконцерт поставит красивую финальную точку в весеннем музыкальном турне и разукрасит для зрителей теплые майские культурные вечера. Алина Прокудина, Виталий Мотин. Наше утро. Событие, которое стало одной из культурных традиций Беларуси. Я сейчас говорю про «Библионочь» и в частности «Библионочь-2024». Этим утром у нас в гостях заведующая делом культурно-зрелищной деятельности Национальной библиотеки Наталья Башкирова. Наталья Владимировна, доброе утро. Здравствуйте. Так, у нас сейчас до утра, но впереди нас ожидает «Библионочь». 19 апреля она пройдет, все верно, и библиотеки всего нашего города или всей нашей страны даже. Всей нашей страны. Всей нашей страны, всей Беларуси откроют свои двери для посетителей. Давайте немножко расскажем для тех, кто не знает, про эту акцию культурно-просветительскую, которая называется «Библионочь». Да, в этом году, 19 апреля, 10 городов и 15 библиотек Республики Беларусь откроют свои двери для культурно-просветительской акции «Библионочь». Эта акция посвящена Международному дню книги, посвящена чтению и приуроченному дню авторского права. Библиотеки страны расширяют формат своей работы и время своей работы. Но только в этот день, один раз в году, можно увидеть и сделать в библиотеке что-то такое, что вы не увидите еще целый год. Например, что можно такого сделать? Например, квесты, шахматно-шашечные турниры, встречи с интересными людьми, лектории, детские площадки, шум и гамм детские, детские театры. То есть шум и гамм детские абсолютно будут дозволены в библиотеке? То есть выражение «тишина должна быть в библиотеке» на одну ночь, она уйдет в небытие, скажем так. Только не в этот день. Хорошо, а вот «Библионочь» вообще до которого часа? Это прям всю ночь или какой-то все-таки ограниченный режим работы? Все библиотеки начинают «Библионочь» акцию ровно в 19.00, и ровно в 23.00 заканчиваются, закрываются двери этой акции. Но детские площадки работают по усеченному графику, это все-таки дети, и детские площадки, и детская. Одна библиотека, которая участвует в этом году в акции, работает с 19.00 до 21.00 часа. Кто может принять участие в этой акции? Проход в библиотеку абсолютно свободный. Площадки и акция готовятся для любого возраста, на любой вкус. То есть любой человек, которого заинтересовал наш проект, мы ждем в библиотеке с распростертыми объятиями, с распростертыми дверями. Но все-таки акция «Библионочь» на что направлена в первую очередь? На продвижение чтения, на продвижение книги. Нужно продвигать? Действительно, то время настало, когда люди стали меньше читать, ходить в библиотеки, как вам кажется? Нет, они не меньше ходят в библиотеки, просто библиотека становится абсолютно другой. Там можно читать, писать какие-то научные труды, заказывать научную литературу, потому что Национальная библиотека Беларуси – это все-таки главная научная библиотека страны. Но просто у нас проходит еще очень много других различных проектов. Ну, это если мы говорим про Национальную библиотеку, если мы говорим про остальные библиотеки. Вот вы сказали, что библиотека сейчас становится тем местом, где не только про абонементный зал, где берут обычные книги, читальный зал, где приходили раньше, читали журналы. Опять же, книги, которые нельзя выносить, какие-то подшивки газет, то сейчас что-то большее, библиотека становится чем-то большим. Библиотека – это пространство, которое объединяет людей, любителей книги. А вот если мы говорим про литературу, какая литература пользуется популярностью? Если мы говорим про главную научную библиотеку страны, национальную библиотеку, то, скорее всего, туда люди приходят писать какие-то научные труды. Но, конечно, и диссертации, курсовые работы, дипломные работы. Но литература популярная, художественная, тоже пользуется популярностью у читателей. И все-таки, возвращаясь к Библионочи, пройдет она в 10 городах, как вы сказали, правильно? Давайте, может быть, еще немножко больше поговорим, но если конкретно в Национальной библиотеке Беларуси, как она пройдет? Каждая библиотека, которая участвует в этом году в проекте, в этой акции, она выбрала для себя тему. Да, у каждой есть своя тема. В Национальной библиотеке тоже есть тема. Планета знаний. И мы ее творим под слоганом «Будь в центре притяжения». Национальная библиотека Беларуси, как планета знаний, которая притягивает к себе эти знания и притягивает все хорошее, что могут дать знания. Но Библионочь, насколько я знаю, она проходит не первый раз, правильно? Не первый год? С 2017 года Национальная библиотека Беларуси участвует в этом проекте. И вот если мы говорим о посещении данного мероприятия, ты понимаешь, что с каждым годом цифры увеличиваются? Да, увеличиваются. Но даже в самую первую Библионочь, по нашим подсчетам, двери открываются. Мы не можем посчитать посетителей и гостей нашего мероприятия, но по нашим подсчетам пришло около 2-3 тысяч людей. Только в Национальную библиотеку? Только в Национальную библиотеку. Это в первую Библионочь. Но если рассматривать прошлый год, то их было уже 4-5 тысяч. Посетителей было очень много. Нам было сложно. А вот как вам кажется, это потому что какие-то дополнительные проходят мероприятия в рамках Библионочи? Или просто вот этот, не знаю, какой-то шарм оказаться в библиотеке среди книг в такое уже сумеречное, даже темное время? Что привлекает такое количество людей? Ну, проект набирает обороты. Он становится популярным среди не только жителей города, жителей нашей республики, но и гостей. И, наверное, вот эта популярность, которая набирается с каждым годом, она и провоцирует людей приходить в библиотеку. Я сейчас подумал, 19-е это же пятница, правильно? Да. Послушайте, ну это ведь можно действительно оригинально провести пятничный вечер, да? Не так, как вот зачастую привыкли, а так вот можно. Очень хорошо. Я, наверное, с удовольствием присоединюсь к этой акции. Мы будем удивлять. Национальная библиотека будет удивлять. Наши площади и наши возможности это позволяют. Будет много площадок, которые заинтересуют наших посетителей и гостей проекта. Наталья Владимировна, спасибо за приглашение. Вы заинтриговали. Наверное, не все карты раскрыли, но тем интереснее будет в пятницу отправиться на Библию Ночь в Национальную библиотеку Беларуси. Спасибо еще раз. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях была заведующая отделом культурно-зрелищной деятельности Национальной библиотеки Беларуси Наталья Башкирова. Международный день кофе встречается не единожды в календаре. И одна из таких дат – это 17 апреля. В общем, мне кажется, Международный день кофе каждый день абсолютно, каждый божий день. Каждое утро. Каждое утро. Ну, вот у тебя, по крайней мере, точно. У меня, как всегда, пусто. Так вот, друзья, появилась традиция с легкой руки итальянцев. У них сегодня день эспрессо. Не экспрессо, а эспрессо. Это отличный повод уделить несколько минут ароматному полезному напитку. Но если с эспрессо и капучино все понятно, то как насчет лунго, афогато, кортадо, ристретто или романо? Парло итальяло? Да, предлагаем разобраться в разнообразии этих рецептов. Ристретто – это более крепкая и насыщенная вариация эспрессо. На ту же порцию кофе идет вдвое меньше воды. С итальянского ристретто переводится как «ограниченный». Еще его называют «шот», то есть кофе на один глоток. А вот лунго – это эспрессо с пониженным содержанием кофеина. Напиток обладает терпким вкусом и выраженной горчинкой. Его готовят с большим количеством воды, которая пропускается через кофе, а не добавляется в уже готовый напиток. Афогато – десерт из эспрессо с мороженым. Соотношение ингредиентов – один к трём. В переводе с итальянского афогато означает «утопленник». Шарик мороженого, политый горячим кофе, тает и буквально тонет в сливочно-кофейном соусе. Существует множество разновидностей афогато с добавлением ликеров и различными топпингами. Романо – это эспрессо на римский лад. Для приготовления кофе в чашку с 30 мл эспрессо добавляют 5 мл лимонного сока и небольшую дольку этого фрукта. Подавать Романо принято с ленточкой цедры, скрученной в спираль. Считается, что она подчеркивает сладость и пикантность напитка. Картадо – напиток родом из Испании. Традиционно его готовят из эспрессо со вспененным молоком в пропорции один к одному. По внешнему виду картадо часто путают с флет-уайт. Переводится напиток как «разрезающий». Считается, что молоко снижает интенсивность и кислотность эспрессо. При этом вкус кофе сохраняется. Но тем временем наши города по весне продолжают преображаться, чтобы встретить майские праздники чистыми и обновленными. Особая роль, конечно же, у озеленителей. Они создают живые украшения улиц и площадей. Наш проект «Минск Файлз» расскажет о юбиляре. Зеленстрой центрального района столицы отмечает 50-летие. Искренние слова благодарности за титанический труд. У нас сейчас внимание на экран. За белорусской столицей прочно закрепилась слава зеленого и чистого города. Ухоженные парки и скверы, аккуратные аллеи, изобилие цветочных композиций – все это создают сотни специалистов, в том числе зеленстрой центрального района. Благодаря усердному и непростому труду сотрудников этого предприятия мы видим Минск живописным и таким уютным вот уже 50 лет. Летопись предприятия началась 16 апреля 1974 года, когда исполком Центрального райсовета депутатов трудящихся принял решение создать контору зеленого хозяйства Центрального района Минска как самостоятельную хозрасчетную организацию. Своё нынешнее название «Зеленстрой» получил в 2000 году. В Зеленстрое Центрального района работают более 200 человек. На долю каждого работника в среднем приходится по 3 гектара территории. Они занимаются пейзажным планированием и дизайнерскими работами, защищают растения от вредителей и болезней и ухаживают за зелёным убранством улиц, парков, скверов и бульваров района. Специалисты приходят на работу ни свет ни заря, а техника работает даже ночью. Сколько объектов находится в ведении предприятия и какие задачи вы выполняете? Ну, то, что касается объектов. У нас за предприятием закреплены 21 сквер, 2 бульвара, 2 парка. Поэтому территория довольно-таки обширная. Но если быть точным, то за предприятием закреплено порядка 614 гектар. Действительно приличная территория. И за всем нужно ухаживать круглый год. За всем нужен уход, нужны руки для того, чтобы поддерживать вот ту красоту, которая действительно есть. Предприятие выполняет различные виды устройства, газонов, различные виды обрезки, пересадки. Деревья вдоль проспектов, красивый ухоженный – это все тоже ваши заслуги? Тоже это заслуга работников предприятия. Объем работы зеленстроя центрального района столицы можно оценить по цифрам. Только в прошлом году специалисты обустроили 1600 гектаров газона, высадили 4700 деревьев, более 9000 кустарников, в том числе розы, а еще 150 тысяч однолетних цветов. Масштаб действительно впечатляет. А начинается любой проект по посадке растений с кропотливой работы ландшафтных архитекторов. Начинается все с того, что нужно выехать на место и посмотреть, что впишется в наш существующий ландшафт, в архитектуру города. Это очень важно все продумать. Затем рассматривается, какие растения мы высадим по периоду цветения, по цвету. Опять же, что лучше будет смотреться конкретно в этом месте. Свои идеи специалисты переносят на бумагу. Для визуализации создают чертежи и планы. При разработке проектов заботятся не только об эстетике. В большом городе важно, чтобы растения были устойчивы к агрессивной среде, погодным условиям и не требовали сложного ухода. И затем у нас кропотливый долгий путь найти растения все эти, потому что не так легко найти то, что думаешь. И когда все находится уже, мы выходим на место и выносим все это, проект, полностью на местность. То есть это ходим с рулеткой, меряем, все полностью разбиваем, чтобы все было четко. И затем уже дальнейший уход. То есть все дальше зависит от наших рабочих и мастеров, которые должны все это оставлять в порядке. Последние годы для цветочного оформления специалисты все чаще высаживают многолетники, сокращая количество однолетних растений. Это различные злаки, лилейники, ирисы, а также хосты, баданы, остильбы и не только. Мы находимся сейчас с вами в удивительно красивом месте. Зеленый лабиринт в форме административных границ нашей страны. Расскажите, какие еще объекты находятся в вашем ведении в районе? Это и Троицкое предместие, это и Парк Победы с его уникальными насаждениями, это и Комсомольское озеро, даже тот же объект, в котором мы сейчас находимся, это Старостинская слобода, Киевский сквер, ну и так далее. Обрезкой ветвей и удалением больных или засохших деревьев столичные озеленители занимаются круглый год. Если же территория, на которой есть растения, готовится к строительству зданий, тогда срубленные деревья компенсируют новыми. Как, например, здесь часть лесополосы в новинках скоро займет новый медицинский центр. Центральный район в полном соответствии со своим названием на виду всех и у минчан, и у гостей столицы. Зеленстрой полвека не только творит, но и сохраняет местную красоту. Предприятие ремонтирует старые парковые лестницы, дорожки, скамейки, детские площадки, используя самые современные материалы. При этом специалисты стараются сохранить стиль аутентичной архитектуры, чтобы один из самых зеленых районов в городе оставался таким же узнаваемым. Как гласит народная мудрость, если человек не идет за помощью, помощь идет к человеку. Белорусский государственный медуниверситет выступил с полезной акцией. Пройти медосмотр желающие могли прямо в торговом центре столицы. Им предлагали бесплатную консультацию по таким направлениям, как хирургия, терапия, эндокринология, педиатрия, стоматология и гинекология. Помимо диагностики, профилактика болезней, проверка давления и мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Наше здравоохранение, наша медицина должна быть ближе к народу, то есть быть народной. Вот эта акция позволяет, по сути дела, всем гражданам Республики Белоруссии, в частности Минска, ближе быть к нашему профессору преподавательскому составу и получить высоко квалифицированную, как диагностическую, так и лечебную помощь. Акция уже стала традиционной. Она приурочена ко Всемирному дню здоровья, который каждый год отмечают в начале апреля. А у нас премьера телеканала ОНТ презентовал фильм собственного производства АЗС номер один. Уже прошел закрытый показ. Ну, не просто фильм, это комедия такая легкая, приятная, расслабляющая, попкорновая, как говорили сами создатели, комедия. Первые зрители успели оценить кино, говорят, что все на высоте, но Ярослав Брагида запасся тем самым попкорном и насладился просмотром вместе с остальными. Если экраны зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Теперь можно с уверенностью сказать, нужно и ОНТшникам. Наш телеканал презентовал свой дебютный полнометражный фильм. Показ пока был закрытый, но и массовый зритель увидит его уже в расширенном сериальном формате. Сразу четыре серии АЗС номер один, совсем скоро экран покажет наш. Снимать реальные линейки для телеканалов, в общем-то это под силу любой стране, а тем более такой развитой, как Беларусь. Поэтому нам остается только выбрать самые лучшие подходы на сегодняшний день и используя их, заняться этим вопросом вплотную. Сегодня специально пригласили и руководители других телеканалов. Глядя на этот опыт, выработаем такие подходы для того, чтобы снимать действительно самим. У нас все для этого есть. На показе в объективе уже не киношных, а телевизионных камер блистали гости и звезды сериала. Кстати, актерский состав фильма белорусский, а съемочная команда от режиссера до водителей, сотрудники телеканала ОНТ. Некоторые из них даже снялись в эпизодах. Я по первому образованию электрик! Не везь туда! Тут провода окислились! Я сейчас подправлю и все! Не трогай! Очень точный режиссер. Он знает, что он хочет. Он потенциально знает возможности этих актеров, на кого он сделал ставку. И он хорошо видит кадр. Такое впечатление, что он сразу, снимая, монтирует уже планы. Он не был очень большим тираном. Он творческий человек. Реально творческий человек, которому прилетела такая возможность, очень ответственная возможность, сделать свой продукт. Без ложной листья я могу сказать, что команда ОНТ – это высокого уровня профессионалы. И я знаю, потому что у нас с ребятами был не один проект. И поэтому режиссер, который снимал, Илья Баранов, да, это профессионал высшего уровня. Поэтому операторы – высший класс. То есть я была счастлива с ними поработать. Мы ушли все-таки в кинематографическую историю уже и попытались ее как-то комедийно решить. То есть, ну, если не будет прям смешно, ну, будет забавно местами. Но есть история, есть и тоже, что очень важно для нас, как для авторов сценария с Ильей Николаевичем, чтобы не было просто развлечения ради развлечения. Сейчас очень много юмористического контента просто ради посмеяться. То есть какую-то мысль все-таки мы попытались заложить, так сказать, основываясь на традициях добрых комедиографов Советского Союза. Это была проба пера, но зато какая. Команда «Камера» мотор прозвучала на АЗС год назад. И теперь результат на большом экране. За это время свои объективы съемочная группа настроила в 49 локациях. Но главное место, где разворачиваются комедийные истории – это работающая автозаправка. Ну, а смотри, сел за столик, мозочка живая, а Эктор пленочный шуршит, а на экране – классика немого кино. Кинематограф всегда был главным идеологическим проводником. То есть для того, чтобы, если мы хотим достучаться, особенно до молодежной аудитории, которая, ну, может быть, не всегда посмотрит информационный выпуск новостей, но если она посмотрит хороший фильм, сделанный белорусами, с правильными, грамотными, заложенными там какими-то в хорошем смысле слова нашими традициями, идеологемами, это будет, мне кажется, иметь очень хороший эффект. Я очень рад за коллег, несмотря на то, что мы, в общем-то, по всем законам жанра являемся конкурентами, но на самом деле мы большие друзья и партнеры, и я с удовольствием принял предложение прийти сегодня на закрытый показ, потому что производство фильмов и телевизионных сериалов – это то, к чему сейчас подходят все наши основные телерадиокомпании, мы тоже планируем этим заниматься. Для режиссера Ильи Баранова это был первый опыт в большом кино, для съемочной группы и операторов тоже. Как сказал и режиссер, мы хотели приблизиться к Гайдаю. Получилось или нет – ответы у первых зрителей. Когда только начинался фильм, и когда было написано, что над его производством трудился телеканал ОНТ, в этот момент была особенная гордость, как будто вот за весь наш огромнейший коллектив, потому что очень приятно, что наконец-то появилось у нас свое кино. Это до такой степени приятно и гордо, и вот у меня до сих пор перевыполняют эмоции. Это было очень красиво и круто, что это наше, белорусское, что мы это смогли, что мы это сделали, и мы, конечно же, надеемся, что… Да, мне кажется, вопрос с продолжением прям… Может, нас возьмут как раз? Пойдем. Этот фильм был не самодостаточен без камео какого-либо, тут претенденты есть. Но я думаю, аплодисменты в зале от людей, аплодисменты которых умножаются на три автоматически, они, мне кажется, намекают на то, что продолжение фильма должно быть. Мы обязательно ждем, и вот… И камео. Ой, ну мне очень понравилось, потому что мне показалось, что это легкая такая история, какая-то даже многожанровая, потому что там и ужас присутствует. И, кстати, сыграно так, что я подумала, может быть, действительно, в следующий раз комедия удалась, а в следующий раз можно и что-то в этом жанре замутить. Но я очень рада, что мы, белорусы, вот телеканал ОНТ, белорусские артисты, такие яркие, самые яркие для меня артисты наши, белорусские, и что это все у нас в Беларуси происходит. На ОНТ сделали ставку на свое и не прогадали. Дали старт для производства собственного кинопродукта, а значит, впереди новые дубли и кадры. Никита Полякевич, Ярослав Брагида, Владимир Казиятко. Наше утро. Субтитры подогнал «Симон» Мы можем наблюдать удивительную картину, как Минс становится ближе к небу. Новые небоскребы скоро украсят город, а нас вдохновляет на интересную тему эфира. Мы сегодня говорили о высоком и в прямом, и в переносном смыслах. Строительство, искусство, оценки, отношения. Пусть все это будет еще выше, ну, кроме разве что артериального давления. Всем доброе утро, всем новых высот. Дмитрий Терехов. Татьяна Рудаковская. Наше утро. Пока. Субтитры подогнал «Симон»